Добрый вечер! В эфире Гордума 38. В студии для вас работает Юлия Кожевникова. Сегодня мы поговорим о самых важных для нашего города решениях, а также узнаем, над какими вопросами работали депутаты Думы города Иркутска на этой неделе. В гости мы ждем Дмитрия Красноштанова, депутата по шестому округу, а пока к другим темам. И начнем с нашей постоянной рубрики «Дежурный по городу». В нашу редакцию поступили первые обращения от жителей Ленинского района. Иркутяне спрашивают, будет ли решаться вопрос с общественным транспортом в микрорайоне Новоленина. Мария Евстратова выясняла, насколько остро стоит эта проблема. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Несмотря на то, что это отдаленные микрорайоны Иркутска, с проблемой пробок здесь встречаются каждый день. Если сейчас в дневное время на местных дорогах немного машин, то вечером иная ситуация. Жители Новоленина из центра города стремятся попасть домой после работы. Однако их путь может занимать продолжительное время. С вопросом, когда решится проблема пробок в Ленинском районе, мы обратимся к представителям администрации и депутатам городской думы. Об этом смотрите в следующих выпусках программы Гордума 38 в рубрике «Дежурный по городу». По поводу решения проблемы общественного транспорта мы обратимся в администрацию и к депутату городской думы. В следующей программе расскажем об итогах этого обращения. Я напомню, свои запросы вы можете отправлять нам в социальных сетях. Внизу экрана указаны адреса. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На этот раз общий объем доходов Иркутска составит более 33 миллиардов рублей. Расходы же увеличатся на полтора миллиарда. Особое внимание сегодня депутаты областного центра уделили социальной сфере. Подробности в сюжете. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как распределить бюджет Иркутска на 2023 год для развития областного центра? Этот вопрос депутаты городской думы обсуждали и согласовывали на постоянных комиссиях. И сегодня народные избранники единогласно приняли первую корректировку главного финансового документа в этом году. На этот раз общий объем доходов Иркутска составит более 33 миллиардов рублей. Расходы же станут на полтора миллиарда рублей больше. Городские средства парламентарии скорректировали после распределения областного бюджета. Большая часть была направлена в социальную составляющую. В частности, софинансирование для строительства школы «Союз». Сейчас уже пошли дорогие подрядчики. Вот-вот приступят к работе. Это софинансирование строительства школы Найрославского, детского сада в Лисихе. Ну и также сумма денег выделена для организации пристроя в других школах. Глава города Руслан Болотов подчеркнул, что ряд проектов, которые начинают свое действие в этом году, носит индивидуальный характер. А это значит, что работа, направленная на развитие Иркутска, будет проведена точечно, на конкретных территориях. Это мнение жителей, в первую очередь, которое определяло, какая территория и на каких условиях будет входить в ту или иную программу. Ну и, безусловно, я сегодня хотел бы сказать отдельное спасибо депутатскому корпусу города Иркутска, потому что они очень активны во всех наших начинаниях. И действительно есть системная командная работа. Для поддержки социальной сферы народные избранники выделили из депутатского фонда порядка 48 миллионов рублей. Это касается ремонта детских садов и соцучреждений, а также их оснащения. Депутаты отмечают, такая сумма ранее не выделялась. Мария Евстратова, Константин Синицын, Гордума 38. Создание Дома молодежи в Иркутске обсудили на депутатских слушаниях. На заседании народные избранники совместно с представителями городской администрации поддержали инициативу Министерства по молодежной политике региона. Классер предлагают разместить на базе бывшего развлекательного центра «Звездный» и Дворца культуры профсоюзов. Для решения вопроса о безвозмездной передаче здания Дворца культуры профсоюзов в областную собственность депутаты обратятся к мэру Руслану Болотову. Также они направят обращение к губернатору Игорю Кобзеву с просьбой внести корректировки в соответствующий областной закон, которые помогут муниципальным учреждениям использовать помещение региона на безвозмездной основе. Думаю, город Иркутска высказывал свою готовность передать данный объект, но есть ряд вопросов, которые очень важны, и все депутаты на них обратили внимание. Там сейчас находится несколько муниципальных учреждений, в том числе известный ансамбль «Солнышко», который сейчас находится в безвозмездном пользовании данного объекта. И в случае передачи этого в областную собственность для нас главная гарантия и сохранение также безвозмездного пользования данных учреждений. Комиссия по собственности и экономической политике утвердила корректировки в две муниципальные программы. Так, больше чем на 108 миллионов рублей увеличили расходы на реализацию программы «Эффективное управление». В частности, средства пойдут на снос незаконно установленных объектов нежилого фонда, демонтаж нестационарных торговых объектов по решению суда и самовольно установленных рекламных конструкций. Почти на 5 миллионов рублей увеличили расходы на действия программы «Экономическое развитие». Деньги направят на приобретение оборудования для организации торговли на праздничных и сезонных ярмарках. Также народные избранники рассмотрели корректировки в порядок перераспределения земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, между собой и положение об оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Когда откроется «Дорога жизни» и капитальный ремонт, путепровода на Батарейной еще не закончен. Когда подрядчик сдаст объект и как организовано движение общественного транспорта на время проведения работы, расскажет Мария Встратова. Этот путепровод, соединяющий станцию Батарейная с Иркутском, местные жители называют «Дорогой жизни». Со временем главная транспортная артерия одного из самых отдаленных уголков областного центра износилась, и пользоваться этим переходом стало небезопасно. В мае прошлого года по инициативе депутата округа номер 6 Дмитрия Красноштанова на территории объекта начали капитальный ремонт. Завершение работ жители ждут с большим нетерпением. Естественно, это главная магистраль, как говорится, главная артерия населенного пункта, батарейная. Есть вспомогательные дороги, но они в удовлетворительном состоянии. В плохом невозможно сказать, но в удовлетворительном. Вопрос о капремонте. А сейчас я смотрю, что это, наверное, перетекает в новое строительство. Моста встал давно. Работы по ремонту путепровода планируют завершить в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На время проведения работ народный избранник по 6 округу Дмитрий Красноштанов решил и вопрос передвижения общественного транспорта. Его перенаправили с объездной дороги на Московский тракт, а затем на улицу 2-я батарейная. Наш депутат Дмитрий Алексеевич Красноштанов, я бы сказала, серьезный человек. Он абсолютно во всем принимает участие. Он много чем помогает, он много чего делает. Параллельно работы ведутся и на других территориях округа. Так, в прошлом году в рамках депутатского фонда благоустроили проезд от 21-го советского переулка до 30-й школы вдоль многоквартирных домов. Стало очень удобно. Во-первых, у нас хорошая разметка появилась, дорожный пешеходный переход. То есть здесь наши ребятишки идут в школу, значит, здесь как бы безопасно очень. Там заасфальтировали проезжую часть, обустроили тротуары, ливневку, газон и дорожные ограждения. Также установили дорожные знаки, лежачий полицейский и расширили парковочные места. Помимо благоустройства, народный избранник совместно с образовательными учреждениями проводит ряд мероприятий. Сейчас мы готовимся к новому проекту. Кстати, по инициативе Дмитрия Алексеевича, это творческий конкурс детских рисунков, мы выбрали тему «Прекрасное, красивое рядом». Это действительно так. И планируется из этих рисунков оформить тематический календарь к 2024 году. Перечень проводимых мероприятий традиционно большой. Среди них День защиты детей, новогодние праздники, бессмертное шествие детских садов к 9 мая в парке «Березка». Впереди еще планы. По просьбе Натальи Кекух, в праздник на 1 июня для детей и семей мобилизованных сделают небольшие подарки. Мария Евстратова, Сергей Коваленков, Гордумы 38. Сегодня гость нашей студии Дмитрий Алексеевич Красноштанов. Красноштанов, Дмитрий Алексеевич, избирательный округ номер 6. В сентябре 2019 года был избран депутатом Думы города Иркутска 7-го созыва. Входит в состав комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и дизайна и комиссии по бюджетной политике. В 2003 году окончил Сибирско-американский факультет Иркутского государственного университета по двум направлениям – менеджмент и управление персоналом. С 2003 по 2005 год служил в Кемеровской области в бригаде быстрого реагирования. С 2005 по 2008 год работал заместителем председателя комитета начальником управления по работе с населением комитета по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска. В 2008 году был избран депутатом законодательного собрания Иркутской области первого созыва. Работал заместителем председателя комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве. С 2006 года член Всероссийской политической партии «Единая Россия». Член фракции партии «Единая Россия» в Думе города Иркутска. Воспитывает двух сыновей. Дмитрий Алексеевич, добрый вечер. Очень рада приветствовать вас в этой студии. В шестой округ входит микроем Березовый, ПМС-45, второй городок, станция Горка, батарейная вересовка. Это такая достаточно большая, масштабная по площади территория. Находится она, более того, что достаточно отдаленно от центра города. Расскажите, какие особенности, сложности в связи с таким непростым местоположением округа? Добрый день. Очень рад, что вы меня пригласили. Что касается округа, на самом деле округ очень интересный. Я бы не сказал, что он где-то находится на Ачибе. Да, он находится на границе Иркутского и Ангарского округов. Но в округе очень часто говорят, что когда будет объединение с Ангарским, как раз вот это место батарейное, это как раз и будет самым центром города. Поэтому особое внимание на будущее жителей возлагает именно на объединение, о том, что это будет центр города. Но какие у нас бывают вопросы по округам, по моим микрорайонам? Каждый микрорайон, у него своя атмосфера. Жители там живут достаточно долгое время, они очень связаны и работают. Если взять, допустим, батарейную, там очень много людей, которые служили в военной части, ветераны, уже пенсионеры этой военной части, и они живут там очень давно и знают все друг друга. Естественно, формируется такое некое полусемейное отношение у них, доверительное. И очень сложно человеку со стороны прийти и рассказывать какие-то новости, свои какие-то проекты предлагать. Поэтому приходится постоянно с ними быть в контакте для того, чтобы и их чувствовать настроение, и чтобы была обратная связь, потому что для них это очень важно. Потому что наши жители, наши избиратели, они прекрасно знают, что необходимо сделать на округе. Допустим, ни один депутат, ни один представитель администрации, ни глава округа не знает того, что необходимо непосредственно им в данный момент. Конечно, есть такие бытовые стандартные вопросы. Это и контейнеры, площадки мусорные, это уборка снега во дворах, это благоустройство, это работа управляющих компаний. Естественно, они необходимы. Но, опять же, допустим, строительство детских площадок или строительство парковочных карманов, этого необходимо обсуждать уже даже не с целым микрорайоном, с определенным домом. Тем более, сейчас ситуация какая, с чем мы столкнулись, и депутаты сейчас это будут постоянно озвучивать, потому что все чаще будут с этим сталкиваться. При строительстве детских площадок, содержание детских площадок должно быть отнесено к дому. Соответственно, в зависимости от количества квартир, от количества жильцов, будет рассчитываться и стоимость обслуживания этой площадки. То есть обслуживать ее будет управляющая компания этого дома, либо товарищи. Да, за счет, естественно, фонда дома. И мы считали, что это будет сумма от 30 рублей за квартиру, до 400 рублей за квартиру. Поэтому, естественно, этот вопрос необходимо отрабатывать с каждым жителем, потому что у кого-то есть дети, у кого-то уже выросли, кто-то, наоборот, в ожидании счастливого. И этот вопрос, он будет очень спорный и очень часто возникать. Потому что в любом случае мы должны заголосовать 66% от жителей, чтобы они были согласны. И понятно, что если человек живет один, у него нет детей, если ему говорят, что ты должен платить в месяц порядка 400 рублей или 300 рублей, дополнительное карплате, то, естественно, возникает вопрос, нужна ли она. Опять же, если мы смотрим на молодую семью, у которой 2-3 ребенка, они, естественно, говорят, а где должен мой ребенок гулять? Естественно, желательно вводят из дома, в видимости. Они будут за. И вот этот вопрос очень часто придется сейчас нам решать. Ну и вот в таких вот микрорайонах, вот как вы назвали, там и Вересовка, и второй городок, и Березовый, и Батарейная, люди очень плотно общаются, очень часто делятся мнениями. Такой свой микроклимат, мне кажется. Обязательно, обязательно свой микроклимат, да, потому что если сейчас новостройка, когда кто-то проходит мимо соседской квартиры, не знает, кто здесь живет, да, а в таких домах, вот как вот у меня, допустим, на Батарейной, если кто-то незнакомый человек или новый человек зашел в подъезд, да, то весь подъезд уже сразу насторожился, а вы к кому, а вы зачем, что вы здесь забыли. Ну, такие вопросы возникают, и это вот как раз вот за счет этого возникает доверие между жителями и взаимоподдержкой, и вот постоянно с ними надо иметь вот контакт, нельзя, так сказать, ставить какие-то барьеры в общении, и этим округ очень интересен, да, потому что каждый вот микрорайон, у него каждый свой микроклимат. Вот если уж мы заговорили о детских площадках, я знаю, что в соответствии с порядком формирования адресного перечня дворовых территорий, подлежащего благоустройству в рамках муниципальной программы формирования комфортной городской среды, ежегодно определяются дворы, в которых будут проводиться такие работы. Особенно с приходом тепла, вот сейчас весна уже, и на улице тепло, ребят больше становится во дворах. Вот скажите, как обстоят дела в округе номер 6 с детскими площадками? Сейчас мы согласовываем две детские площадки. Одну детскую площадку у нас жители, к сожалению, отказались как раз на батарейной, из-за того, что вот это вот и на содержание оплата будет, плюс мы должны заколосовать целый дом. И все прекрасно понимают, что если этот двор, допустим, там из четырех дворов, да, то из четырех домов, то это будет не совсем справедливо, если один дом будет платить за содержание площадки, а три дома, дети из трех домов будут пользоваться этой площадкой практически бесплатно. Работали, совещались, встречались и с активными жителями, и проводили встречи со старшими по подъезду, да, но, к сожалению, отказались. Может быть, и к счастью отказались. Сейчас ведем на согласование еще две детские площадки уже в Ленинском, ну, в конце Навалянина, в восьмом микрорайоне, так скажем. Ну, опять же, ждем опять обратной связи. Никто насильно никого не заставит эти площадки ставить, и никто не будет брать на себя такую ответственность, там, по ручку пира поставить и заставить людей содержать их. Да, но вообще это хорошо, когда у жителей есть выбор, когда они сами определяют все, вот в каких условиях им жить, чего они хотят, что им необходимо, а что нет. А вот скажите, я знаю, что одним из острых вопросов на шестом округе как раз был вопрос строительства виадука через железнодорожные пути. Вот я знаю, что вы еще с 2020 года поднимали этот вопрос. Расскажите, на какой стадии сейчас работы и когда будет готов? Знаете, к сожалению, работы сейчас приостановлены, да. Вопрос очень сложный. Это как раз вот мы и в прошлом, и позапрошлом году, когда встречались с жителями, одно из опасений было о том, что сейчас разберут виадук действующий, да, пусть он и аварийный, но действующий, и заморозит строительство. Это мы были и с моими коллегами, и Савельев был, и Коренев был. Мы с ними встречались с жителями, представители администрации были. Этот вопрос озвучивался, но, к сожалению, сейчас так и происходит. Я вынес этот вопрос уже на депутатские слушания и на Думу, в апреле будем это рассматривать. И я, конечно, буду обращаться к Исламу Николаевичу Болотову, потому что мы видим, что когда он работает, когда он появляется на объекте, работа кипят, это мы и по прошлому году видим, как он активно практически каждые выходные находился на строящихся объектах, и работа шла, я буду его просить на то, чтобы он уделил особое внимание нашему Виадуку, появлялся там, может быть, не каждую неделю, но периодичность там должна быть, потому что для жителей батарейной и близлежащих наших микрорайонов это очень важный вопрос. По большому счету это, так сказать, дорога жизни. Потому что сейчас перейти через пешеходный Виадуку очень сложно, особенно людям уже старшего поколения, там достаточно крутой подъем, достаточно крутой спуск, сам вот этот переход пешеходный, хоть мы туда и организовали транспорт общественный, там и дополнительный, плюс сделали челнок, который ходит с батарейной, но он ходит во второй Иркутск, в район авиазавода. Вот эти вот сложности, которые мы сейчас переживаем из-за строительства Виадука, вот эти вот обездные пути, они в любом случае не асфальтированы, там есть участки, которые, грунтовая дорога сейчас, и подвеска у машин там страдает, и машины постоянно находятся в запаленном виде, там, либо сейчас вот тает все начало грязь. То есть это некоторые неудобства для жителей. Да, да, и в качестве компенсации это было проговорено о том, что вот это строительство ФОКа уже оно будет как компенсация для жителей батарейной и близлежащих населенных. Стоит ради чего потерпеть эти неудобства? Да, да, да. Но опять же, это все уже заверено уже и на депутатских слушаниях. Руслан Николаевич уже несколько раз подтвердил это, и Ружников Дмитрий Олегович уже несколько раз это подтвердил во всеуслушаниях, и в СМИ мы это видели. И деньги уже заложены там порядка на 6 миллионов на проектирование. Мы не говорим о каком-то грандиозном строительстве, да. Даже жители сами понимают, что там не нужен каток, не нужен там бассейн, нужно просто место, куда дети могут зимой и летом приходить и заниматься спортом. Спасибо. Скажите, вот я знаю, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» был проведен ремонт от улицы Блюхера до Пау-Транс-контейнера. Да. Какие работы были выполнены на данном объекте? Там была замена асфальтного покрытия, и там было у нас освещение, плюс бордюрные камни, плюс остановочные пункты. Для чего это мы настаивали, для чего мы это пытались сделать, и, ну, собственно, сделали. Для того, чтобы запустить со второго городка маршрутный автотранспорт, который бы возил детей, школьников в школу, потому что пешком там идти порядка двух километров, плюс там еще железнодорожная станция, и какая-то часть детей в любом случае хочет сократить, чтобы, опять же, не подниматься по этому пешеходному ведуку. Кто-то пытается пролезть под вагонами, по железным путям как-то сократить. И для того, чтобы как раз минимизировать вот эти риски, мы как раз и сделали. Потому что одно из предписаний было о том, что основные повороты, которые ведут по вот этой трассе, они не освещены. Ну, естественно, у нас есть предостережение от ГАИ, ГИБДД, о том, что этот маршрут нельзя использовать. Ну, достаточно долгая была переписка. Мы там, по-моему, в течение двух или трех лет только выясняли, каким это образом должно быть. В итоге сейчас это сделали. Но, опять же, проблема опять встала. У нас уперлась в ВИАДУК. Сейчас мы вот этот вопрос, я думаю, что с ВИАДУКом закончим и все-таки запустится движение автобусом. Спасибо. Скажите, пожалуйста, я знаю, что Дума Иркутска перераспределила средства депутатских фондов. Вот куда будут направлены средства в шестом округе? Она не то, чтобы переопределила, она выделила, выделяется средство. В прошлом году мы всю сумму потратили на строительство подъезда к 30-й школе, потому что раньше там не было ни тропинок, дорога была разбита, не было тротуарного камня, бордюрного камня. Вот это очень остро стоял вопрос. В прошлом году всю сумму мы потратили туда. В этом году у нас также два благоустройства в различных местах нашего округа. Но, опять же, округ, вы уже в самом начале сказали, достаточно большой, достаточно обширный, как географически, так и территориально. Очень сложно угодить всем, поэтому на следующий год мы планируем какую-то часть распределить со школами, для благоустройства школ, и какую-то часть мы, опять же, выпустим на благоустройство. Вообще депутаты городской думы, мне кажется, они так видят изнутри каждую проблему, погружаются в нее действительно. Есть ли какие-то проблемы, вопросы, которые просто невозможно сегодня решить? Если да, то какие? Знаете, я за всех депутатов, наверное, говорить не буду. Тут самое главное, это выстраивание диалога внутри своего округа и депутатов. Уже потом совместно выходить уже как раз на обсуждение округа, потом уже с округа заходить уже на общегородские вопросы. Мы уже проговорили о том, что у нас в Ленинском районе собралась достаточно сильная группа депутатов, и мы планомерно работаем как раз над строительством социальных объектов. Сейчас вот в прошлом году достаточно активно муссировался вопрос о строительстве спортивного комплекса на третьем округе, который все жители Ленинского района смогут там заниматься. Это будет там и строительство футбольного корта, и велотрек будет. На самом деле, это такие большие объекты, они строятся не для определенного округа, а для целого района. Но это комплексный. Это комплексный, конечно. И, естественно, финансирование этих объектов измеряется уже в сотнях миллионов. И не совсем будет корректно сказать, что это мой округ и только мой объект. То есть это такой спортивный классер, который, по сути, действует для... Да, вот оно называется спортивный. Именно спортивный классер. С чем в основном жители обращаются к вам? С какими обращениями? Разные обращения. Все зависит от того, насколько подготовлена встреча с жителями. Если это спонтанная встреча, проходясь по улице или делая обход, объезд по территории, то, естественно, первым делом показывают на уборку снега зимой. Летом это показывает, что нам необходимо здесь какое-то благоустройство, озеленение сделать. Если мы готовимся, говорим, что мы приедем такого-то числа на встречу, то начинаются уже вопросы более конкретные. На батарейной, естественно, это строительство авиадука и строительство фока и содержание подвезных путей. Если мы говорим, допустим, про березовый, там асфальтное покрытие, потому что у нас, к сожалению, как только весна, у нас асфальт вместе со снегом в сходе. Это тоже основной вопрос, который постоянно поднимается. Если мы говорим про 8-й микрорайон, там возникает вопрос очень часто про общественный транспорт, потому что остановочные пункты, они сейчас не ремонтируются и не содержатся в должном порядке, из-за чего? Из-за того, что первая, вторая очередь строительства улицы Баумана, там все говорят, мы ее достроим, и вот эта улица будет резервная, и транспорт по ее отсюда. Поэтому сейчас вроде как и не совсем обоснованно тратить деньги на содержание, допустим, той же Баумана. С 2019 года, Дмитрий Алексеевич, вы избранный депутатом городской думы. Расскажите, как вы оцениваете работу депутатов в начале вашего срока и сегодня? Когда мы только в 2019 году только избрались, и, знаете, у всех горели глаза именно тем, что мы как раз на эмоциях после тяжелых избирательных кампаний. У кого-то она легче прошла, у кого-то она сложнее прошла. И постоянно в контакте с жителями. Сейчас, к сожалению, я вижу такие моменты, что депутаты начинают терять контакт с жителями и начинают преследовать какие-то такие, может быть, свои интересы. Хотя это неправильно, потому что нас избрали депутатами, жители, и мы первым образом должны заниматься именно вопросами жителей. Но в 2019 году это было очень сильно видно, и прямо видно было, как люди кипели, как мои коллеги постоянно... Ну, были включены просто. Да, были включены, постоянно, да. И соцсети были постоянно заполнены встречами. Сейчас, если посмотреть, вот прошел 8 марта, даже у всех депутатов есть поздравления жителей, может быть, школ, детских садов. Ну, это показатель того, что маленечко теряется именно вот эта вот связь. Расскажите о взаимодействии Думы и администрации. Вот вы как оцениваете? Основной документ, который принимают депутаты, это бюджет. Бюджет города Иркутска, да. По большому счету, можно ничем не заниматься, но заниматься только бюджетом города Иркутска, в котором ты прописываешь траты, которые у тебя будут на округе, на образовательные учреждения, на дошкольные образовательные учреждения, благоустройство, да. Там все прописано, да. Если депутат будет этим заниматься, то и на округе будет порядок, да. И, естественно, надо как можно больше депутатов включать в эту работу, для того, чтобы больше средств доходило до округов, до жителей, до избирателей. Но после разделения у нас получается, комиссия по бюджетной политике рассматривает 7 вопросов, из них 3 сняли, осталось 4 вопроса. Если убрать вопрос по повестке, да, утверждение повестки, то есть это 3 вопроса. Из этих 3 вопросов доклад по бюджету, доклад к контрольно-счетной комиссии и о ранее принятых вопросах. Но это не работа на самом деле, потому что бюджет – это очень важный документ, над которым мы должны постоянно работать, да. Но в любом случае должен быть какой-то диалог, да. В любом случае мы должны отстаивать свои позиции. Я считаю, что это большая недоработка наших коллег, депутатов, и в том числе моя, что я не донес до своих коллег свою позицию, когда это рассматривалось. И я очень благодарен Сауле Дмитриевичу, что он поднял этот вопрос еще раз, и рассмотрение о том, чтобы вернуть полномочия в бюджетную комиссию по экономике необходимо, для того, чтобы она заработала эффективно и полноценно. Спасибо. Я предлагаю закончить все-таки на позитивной ноте. Вот скажите, каким вы хотите видеть наш город и ваш округ, но очень коротко, пожалуйста. Если очень коротко, хочу, чтобы все жители были не только на моем округе, но и во всем городе Иркутске счастливы. Ну и если мы говорим про позитивную ноту, я хочу пригласить всех жителей Ленинского района на конкурс «Ванука бабушки», который будет проходить в это воскресенье. Начало в 12 часов. Достаточно знаковое событие, мы его проводим не первый раз. Команды готовятся, 9 команд будет с Ленинского округа. Постоянно огромные овации, огромное количество позитива. Приходите, болейте. Где вы проходите? Кинотеатр «Россия», КДЦ «Россия». Ну, это будет феноменально. Спасибо большое. Спасибо, что пришли сегодня в этот вечер. Спасибо большое. Вы смотрели «Городума-38». Всего доброго. Оставайтесь с Настей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова